Кандидаты определены. Политические партии утвердили кандидатов в депутаты Госдумы 7-го созыва. Новый руководитель. Назначен главой МЧС России по Ненецкому округу. Грант на социальный проект. Молодежь Ненецкого округа получит федеральные средства на реализацию проекта. С главными событиями к этому часу в студии Оксана Ульяновская. Глава правительства России Дмитрий Медведев возглавил общефедеральный предвыборный список Единой России, который был одобрен съездом партии. В него вошли 400 человек. Также на партийном съезде утвердили состав региональных групп общефедерального списка и кандидатов по одномандатным округам, которых партии выдвигают на Домские выборы 18 сентября. Кандидатом по одномандатному избирательному округу номер 221, который представляет собой территорию Ненецкого автономного округа, утвержден секретарь Ненецкого регионального отделения партии, депутат собраний депутатов Ненецкого округа Сергей Коткин. Напомню, Сергей Коткин стал победителем предварительного голосования, которое прошло 22 мая. На съезде мы приняли программу наших действий на ближайшие пять лет. Она, на мой взгляд, получилась достаточно выверенной. Почему? Другой она не могла и быть, поскольку мы неоднократно собирались на самых различных площадках по России, обсуждая эту программу, приглашали экспертов, приглашали специалистов. Кроме того, все предложения, которые у нас поступали от жителей Ненецкого автономного округа к нашему общественной приемной, председателя партии, приемы, которые вели депутаты, все были направлены непосредственно в Центральный исполнительный комитет, и так или иначе они нашли свое отражение в этой программе. Также с кандидатом и в депутаты Госдумы седьмого созыва определились и другие партии. Федеральный список ЛДПР возглавит председатель партии Владимир Жириновский. Андрей Смаченков стал кандидатом от ЛДПР в одномандатном округе номер 221, который также представляет собой территорию Ненецкого округа. Кандидатом по одномандатному избирательному округу номер 221 от «Справедливой России» утвержден председатель территориального общественного самоуправления «Сахалин», член бюро Совета регионального отделения партии в Ненецком округе Виктор Шустров. На внеочередном 16-м съезде КПРФ кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу номер 221 был выдвинут Александр Саблин. Пенсии россиян в 2017 году планируют повысить на 6,5%. В 2018-м повышение ожидается почти на 5%. В 2019-м году на 4,5%. Эти цифры прописаны в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2017-2019 годы. По закону, трудовые или страховые пенсии должны индексироваться на уровень инфляции ушедшего года. Однако в этом году пенсию повысили только на 4%, хотя инфляция за 2015 год составила почти 13%. Это связано с кризисом и дефицитом бюджета. В начале года федеральные власти обещали, что если экономическая ситуация в первом полугодии улучшится, пенсию летом проиндексируют повторно. Вице-премьер Ольга Голодец недавно сказала, что итоги первого полугодия еще не подведены, а потому и нет решения по пенсии. Министр труда Максим Топилен заявил, что первая индексация пенсии в полном объеме может пройти с 1 февраля 2017 года. Федерации независимых профсоюзов России считают, что прогноз Минэкономразвития в отношении уровня инфляции в 2017 году требует уточнений и аргументации, так как сейчас размер предполагаемой индексации пенсии представляется заниженным. Напомним, с этого года пенсия работающих пенсионеров не индексируется совсем. Повышенную пенсию гражданин начинает получать только тогда, когда уйдет на заслуженный отдых. Впрочем, традиционный августовский перерасчет пенсий работающих пенсионеров осуществляется благодаря взносам, которые за них перечисляет работодатель. Происходит в реальном времени. Мясопродукты выпустят дисконтные карты для пенсионеров. Проект социальной поддержки старшего поколения будет запущен 1 августа 2016 года. Об этом на еженедельной планерке рассказала генеральный директор акционерного общества «Мясопродукты» Тамара Критская. Специальные карты позволят пенсионерам приобретать продуктовые наборы через сеть фирменных магазинов со скидкой. За оформлением дисконтной карты могут обратиться граждане, достигшие возраста 65 лет. Заявления на получение карт принимаются с понедельника по четверг в одном из пунктов приема. Центральную библиотеку Мэрия Нарьинмара административное здание мясопродукты. При себе необходимо иметь паспорт. Скидка на собственную продукцию мясокомбината составляет 5%, на привозную 20%. В перечне товаров, которые пенсионеры смогут приобретать по дисконтным картам 9 наименований. Проект социальной поддержки старшего поколения разработан «Мясопродукты» совместно с Департаментом природных ресурсов экологии и агропромышленного комплекса по поручению главы региона Игоря Кошина. В марте был запущен первый этап проекта на базе одного из магазинов торговой сети. По результатам определен перечень товаров, которые пользуются спросом среди пенсионеров. С августа во всех магазинах мясопродукты данные продукты возможно будет приобрести по сниженным ценам, предъявив карту высокий возраст. Главное управление МЧС России по Ненецкому округу возглавил Виктор Ивкин. Глава региона Игорь Кошин в ходе еженедельного оперативного совещания поздравил Виктора Ивкина с вступлением в новую должность. Приказ о назначении полковника внутренней службы Виктора Ивкина начальником Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу накануне подписан министром России по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий. Ранее Виктор Ивкин занимал должность первого заместителя руководителя этого же ведомства, исполнял обязанности руководителя. Виктор Николаевич Ивкин родился в Нарьинмаре, учился в Великовисочной средней школе. В 2009 году окончил Академию МЧС России по специальности пожарная безопасность. В 1994 году поступил на службу в Государственную противопожарную службу на должность пожарного. Служил на должностях инспектора Государственного пожарного надзора, начальника караула, начальника пожарной части, заместителя начальника и первого заместителя главного управления. За добросовестное отношение выполнения служебных обязанностей неоднократно поощрялся руководством министерства. Имеет награды «Медаль за отличие в службе», «Медаль МЧС России за отвагу на пожаре», «Юбилейная медаль», «Нагрудный знак МЧС России – лучший работник пожарной охраны», «Медаль МЧС России – маршал Василий Чуков». Подготовка кадров со школьной скамьи. В Ненецком округе с Нового года открываются профильные классы. Они представляют большие возможности выпускникам и профессиональные кадры региону. Посетить кинотеатр под открытым небом. В Нарьинмаре пройдет всероссийская акция «Ночь кино». В Нарьинмаре откроют профильные классы для летчиков. На базе первой школы идет подготовка профориентационного класса. Его планируют открыть с начала нового учебного года. Как рассказала на брифинге руководитель Департамента образования, культуры и спорта Галина Медведева, открытие профильных классов в Ненецком округе даст большие возможности выпускникам и профессиональные кадры региону. Авиационная сфера – одна из ключевых в арктических регионах России. От ее состояния и развития зависит комфортность проживания жителей Заполярия. Бесперебойное функционирование авиаотряда – это не только техническая оснащенность. В первую очередь – это кадровый состав. На сегодняшний день есть выбор. Мы стараемся отбирать лучших ребят. Шла замечательная когорта, и видно, что у ребят есть и знания, и умения. Это касается и Омского училища, которое выпускает пилотов на вертолетах, и также самолетных училищ. Да, у нас достаточно возрастной состав, поэтому обновление состава – это и есть то направление в будущее, которое позволит динамично развиваться предприятию. Готовить собственные кадры для окружных предприятий – такова идея профильного летного класса, который планируют открыть на базе школы номер один. Те, кто силен в математике, физике и обществознании, на уроках узнают, какие специальности можно получить на базе этих предметов. В текущем году мы будем вести очень тесную работу с профиленцией, с нашим андрейборским объединенным авиатредом. То есть мы составим совместный план работы и будем стараться в общем-то завлечь нашу молодежь, десятиклассников физико-матемического профиля, в будущем работать авиатором. Ну, не только именно летчиком, потому что летчик – это профессия такая. А это всё-таки и совместные инженера, это широкий профиль работы этой авиомеханики. При условии успешной сдачи ЕГЭ в 2018 году руководство авиаотряда гарантирует выпускникам выделение целевых мест в образовательное учреждение. Сегодня в округе отдаётся предпочтение именно целевому обучению по схеме школа-учебное заведение-предприятие. Поэтапная подготовка специалистов – это гарантия, что регион будет обеспечен необходимым кадровым составом. Если раньше вузы нам давали, предположим, какое-то количество, например, 10, 20, 30, сколько-то, мы на это искали детей, проводили конкурс для них, и они поступали. Сегодня вузы берут на целевые места, это значит, нужно найти работодателя. То есть заключается договор между работодателем и вот этим абитуриентом, будущим студентом. В 2016 году Департамент образования, культуры и спорта, как работодатель, уже заключил 19 договоров с вузами и выпускниками. Студенты будут обучаться в Северном федеральном арктическом университете, проходить практику и в дальнейшем работать в окружных учреждениях образования. Для обеспечения региона медицинскими кадрами профильный департамент заключил 12 договоров с Северным государственным медицинским университетом в ближайшие 5-7 лет. В учреждения здравоохранения округа приедут педиатры, стоматологи и специалисты лечебного дела. Целевики прошлых лет уже проходят практику в окружной больнице. В том же направлении ведут обучение и учреждения среднего и начального профессионального образования. Учебный план формируется в зависимости от материальной технической базы учреждения и востребованности специалистов. Кроме того, каждый студент может получить дополнительную рабочую профессию, которая станет подушкой безопасности на современном рынке труда. 100 тысяч рублей на реализацию собственного проекта. Участница образовательного форума «Ладуга» из Ниньского округа стала одной из победительниц конкурса грантов. Проект сотрудника этнокультурного центра округа Екатерины Тарасовой получил поддержку от Федерального агентства Росмолодежи. Проект под названием «Уютное детство» направлен на обучение воспитанников интернатных учреждений Нарьинмара рукодельному мастерству. Это будут необычные кружки по декоративно-прикладному творчеству и необычные мастер-классы. Все получившиеся изделия будут использованы для оформления комнат ребят, то есть для создания в них уюта и комфорта. Для этого планируется привлечь дизайнера интерьеров, планируется привлечь студентов, которым бы было интересно поработать с такими ребятами. Всего проект рассчитан на 8 месяцев. Это с 1 октября 2016 года по 20 мая 2017 года. Всего в конкурсе проектов на образовательном форуме Ладога приняли участие 98 человек. 19 из них получили гранты от 100 до 300 тысяч рублей. Сумма на реализацию проекта будет выплачиваться в несколько этапов с предоставлением отчетности. Сегодня в столице телевисочного сельсовета стартовал молодежный лагерь телевиска «Арт». Об этом на планерке рассказал руководитель телевисочного сельсовета Александр Чурсанов. 17 молодых и активных ребят из Оксина, Великовисточного телевиски и Нарьинмара на протяжении недели будут открывать для себя мир искусств. По словам организаторов сотрудников социально-культурного центра «Престиж», ребят ждет насыщенная программа. Специально для учеников приглашены два преподавателя из Москвы. Занятия начнутся в первый день. Торжественное открытие проходит на второй день работы лагеря, чтобы ребята смогли как следует приготовиться к защите домашнего задания презентации о себе и своем населенном пункте и отрепетировать творческий номер. Также на занятиях обсудят молодежную политику в селах, составят примерную программу, чтобы, приехав в свой населенный пункт, участники смогли передать то, чему их научили. Ненецкий округ присоединится к первой всероссийской акции «Ночь кино». 27 августа жители нашего региона под открытым небом смогут увидеть любимые фильмы. Киноленты выбирают будущие участники акции путем открытого голосования на официальном сайте Года российского кино. Всероссийская акция «Ночь кино» инициирована Министерством культуры в рамках Года кино в России и направлена на пропаганду отечественного киноискусства и приобщение населения к лучшим образом российского кинематографа. В Наринмаре на площади Марацей также развернется кинотеатр под открытым небом, зрителем которого может стать любой желающий. Акция станет ключевым событием Года кино в России и пройдет во всех регионах страны. Аналогичные культурные проекты «Ночь в музее», «Ночь искусств» и «Библия ночь» ежегодно собирают многочисленные аудитории и пользуются большой популярностью у публики различных возрастов. По словам директора Дворца культуры Арктика Александра Бурдыка, акция начнется вечером 27 августа, а закончится за полночь концертом творческих коллективов. Организовать полноценный отдых и соблюсти меры безопасности. Жаркие дни Наринмарте проводят на пляжах, непригодных для отдыха по санитарному состоянию безопасности. Главам муниципальных образований поручено усилить меры пожарной безопасности и охраны на воде. В ходе оперативного совещания при губернаторе председатель комитета гражданской обороны Ненецкого округа Сергей Боенко рекомендовал главам муниципальных образований в связи с повышенным классом пожарной опасности завершить выполнение комплексов противопожарных мероприятий в населенных пунктах, а также обратить самое пристальное внимание на вопросы безопасности на воде. Наш корреспондент, конечно, не рискнул нырнуть в Печоро, но вник в вопросы безопасности отдыха на самоорганизованных пляжах. Воздух, солнце и вода – все, что нужно для хорошего отдыха. А для того, чтобы здесь был и пляж, нужны буйки, раздевалки и постоянный контроль спасателей. Самые любимые места для купания у Наринмарцев – это песчаная осыпка с очистными сооружениями, берег реки Печоры в поселке Искатель и, конечно, Голубое озеро. По требованиям Сампина ни один из них не является пляжем. Чтобы появился пляж, необходимо соблюдать ряд условий – установить буйки, раздевалки, контейнеры для мусора и организовать постоянный контроль спасателей. В 2014 году Николаем Остродумовым был оборудован настоящий пляж. Сам Николай – спасатель. Со своими товарищами он вычистил дно, оборудовал подход к воде и установил буйки на Голубом озере. Но затем организацию пляжа сочли нецелесообразным. Теплых дней в нашем регионе очень мало. Накануне пляжного сезона 2016 Роспотребнадзор по Ненинскому округу проверил санитарное состояние мест массового отдыха – Голубое озеро, берег реки Печоры и насыпь на городецком шару. У нас идеальной такой воды нет ни в одном вот водоеме, где мы отбирали воду. Где-то она не проходит по железу, где-то не проходит она по цветности, по мутности, по аналитическим показателям. Где-то не проходит почва, где-то не проходит микробиология. Санитарное состояние зон отдыха жителей нашего региона не останавливает. А потому регулярные патрулирования на водных объектах ведут сотрудники МЧС России по Ненинскому округу. Хотелось бы обратить внимание взрослых, что когда купаются дети, нужно максимальное внимание. Для того, чтобы произошла трагедия, хватит ровно одной секунды. Потому что когда человек тонет и кричит, значит, еще не все так фатально. Потому что дыхание – это основная у нас функция. И когда человек кричит, он еще дышит. По-настоящему человек тонет молча. То есть вы даже не сможете толком и определить, что это уже все произошло. Вы только хватитесь, а уже никого не будет. Поэтому внимание, еще раз внимание, закупающимися, особенно детьми. Отметим, что в начале сезона мэр Наринмара подписала постановление о запрете купания водоемов на территории города. Аналогичные документы подготовлены и сельскими администрациями. Однако официальные запреты, как правило, игнорируются жителями. Поэтому в Комитете гражданской обороны НАУ предлагают организовать на территории муниципалитетов патрулирование мест возле открытой воды, где традиционно отдыхают жители и не допускать выход на водоем детей без присмотра родителей. В случае непривиденных ситуаций необходимо связаться со спасателями по единому телефону службы 112. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». По прогнозам синоптиков, мы переживаем самые жаркие дни. Столбик термометра порой достигает 27 градусов со знаком «плюс». Что делать, чтобы хорошо себя чувствовать в эти жаркие дни и сохранить работоспособность, расскажет моя коллега Елена Семёнычева. Если для жителей средней полосы температура выше плюс 25 вполне комфортно, то для жителей Заполярья с его дефицитом кислорода – настоящее испытание. В первую очередь дискомфорт ощущают люди пенсионного возраста, страдающие хроническими заболеваниями и дети. Усталость, разбитость и сонливость – это лишь некоторые симптомы теплового или солнечного удара. Человека увести в тень, избавить его от солнечных прямых лучей, приложить к телу, желательно обеспечить доступ свежего воздуха. Если есть возможность, влажные полотенца, сухое, естественно, вызывать скорую помощь. Конечно, тех, кому такая жара по душе, гораздо больше. Суровый климат Крайнего Севера редко балует теплой погодой и обилием солнечных лучей. Однако долговременное пребывание на жаре врачами все-таки не рекомендуется. Уберечь от перегрева себя и своих близких несложно. Достаточно придерживаться нескольких советов. Избегайте длительного пребывания на открытых пространствах, особенно в самые жаркие часы – с 11 до 17. Временно снести физическую нагрузку или приносите их на раннее утро или вечер. Откажитесь от курения. Склонность к тромбообразованию курящих людей повышена почти вдвое. Перестаньте употреблять алкоголь. Токсичный продукт его распада способен нарушить сердечный ритм. Это особенно опасно в жару, когда нагрузка на сердце повышена. Сократите количество пищи. Для ее переваривания требуется большое количество энергии. А в жаркую погоду лучше уменьшить энергозатраты. Выпивайте не менее полутора литров чистой воды в день, чтобы не нарушить водно-солевой баланс в организме. Чаще принимайте водные процедуры. Это очистит поры и освежит ваше тело. Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, так как любое перевозбуждение усилит риск возникновения теплового или солнечного удара. По прогнозам синоптиков, ближе к середине недели ожидается небольшое снижение температуры, возможны дожди с грозами. Тем не менее, климатический фон будет превышать климатическую норму на 4-7 градусов. Аномально жаркой погода будет до середины июля. И чтобы не омрачить короткое наринмарское лето, врачи рекомендуют во всем придерживаться меры. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал «Север». На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Адрес trksever.ru Далее прогноз погоды.